Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Привет. До сих пор не могу привыкнуть к тому, что кто-то встречает меня после работы. Ну, к сожалению, теперь это не будет каждый день. Почему? Я устроился охранником в строительном магазине. А ты не говорил, что ищешь работу? Я особо ее не искал. Так получилось. Ну, как-то так получилось. Ну, я встретил тебя и решил, что больше не хочу быть пенсионером. Ах! Спасибо. Я предлагаю это отметить. Зайдем на рынок, я предлагаю, что я вкусная. Отличная идея. Только я уже заехал, все приготовил. Поехали. Поехали. Как дела, Школя? Нормально. Психологи приходили. Психологи? Зачем? Да. Предлагали тест на профориентацию. Типа, отвечаешь на 30 вопросов и тебе говорят, кем тебе лучше быть. О, здорово. Пройди обязательно. Ты же еще с вузом не определился? Да, но он платный. Угу. Сколько стоит? Три тысячи. Ого. Сейчас принесу. Я сам заработать не пробовал, чтобы матери денег не просить. А что я буду делать? Листовки раздавать или, может, пиццу разносить? Ну, если ничего не умеешь, почему бы и не листовки? Держи. А к экзаменам мне когда готовиться? Экзамены сейчас самые важные. Не сдашь экзамены, не поступишь в вуз, а потом что, армия? Хоть бы и армия? Не-не-не. Никакой армии. Спасибо. Очень вкусно. Тарелка у грек? Угу. Я очень уважаю военных, но армия – это не для Дани. Что он какой-то особенный? Нет. Ну, просто он мой единственный сын. Ты мне, конечно, извини, но вот такая вот опека именно пацанам только вредит. Я, возможно, ему много позволяю. Но, понимаешь, я испытываю некое чувство вины перед ним. Он же рос без отца. Ну, насколько я знаю, отец у него жив и здоров. Я тоже понимаю, что я имею в виду. Одно дело – семья, другое дело – родители в разводе. Он сложный мальчик. Ну, пожалуйста, пытайся наладить контакт. Я тебя очень прошу. Очень просишь? Очень прошу. Очень. А, ты выпей. Я опять разговаривал во сне. Все время бужу тебя, да? Ты при чем здесь я? У тебя работа. Ты должен высыпаться, быть в форме. Что это? Это легкоснотворное, успокоительное. Выпей, Мороз. Хорошо. Порис. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хочу поставить на все. Забираю в счет долга. А как же я тогда отыграюсь? Твои проблемы, пацан. Какие проблемы? Да никаких парнишка дверью ошибся. Деньги ему отдал. В смысле, он мне торчит две тысячи? Что скажешь, нет, что ли? Ну, если должен, значит, вернет. А сейчас верни то, что взял. Деньги чужие. Мне плевать, че они. Ты че-то поздно спохватился. Он ж тут два месяца ошивается, ставки делает. А ты, значит, принимаешь. Че, мне делать нечего? С малолеткой связываться. Ну, может, он посредников находит. Посредников? А должен тебе? Мне две тысячи. Пусть отдает. Деньги верни. Деньги верни. Через неделю получишь. А если узнаешь, что он сюда ходит, точку закроют. Понял? Я вообще-то не просил вмешиваться. Я бы и сам разобрался. Интересно, как? Отыгрался бы. Я неплохо делаю ставки. Мне часто везет. Глупо строить свою жизнь в расчете на везение. А долг отдавать придется. Отработаешь и отдашь. Вы... Только маме ничего не говорите. Скажешь, что тест отменили. Деньги ей верни. Лежим спокойно, не двигаемся. Я слежу за временем. Что? Оль, ты так изменилась за две недели. Прям светишься. Давай рассказывай. Как там полковник? Ты знаешь, хорошо. Устроился охранником в магазин. Зачем? У меня уже так, вроде, пенсия большая. Хотя, семья требует расходов. Согласна. А что, с Данькой я никак? С Данькой пока никак. Ну, не принимай этого, Данька. Ну, ты не переживай. Притрутся. А потом, знаешь, недолго осталось. Это как? Я переведу Даньку. У тебя лоб здоровый. Сам скоро женится. Так что думай о себе. Вообще, со стороны рассуждать легче. Так. Да. КОНЕЦ Пустой чай пьёшь? Мама на работу вызвали. Ничего не приготовила. Ясно. Кашу будешь? Можно. Магазин на склад нужен подсобный рабочий. Если будешь работать после школы, за неделю свой долг отработаешь. Неделю корячится за три тысячи. Лучше сразу привыкать к честным деньгам. Иди смотри. Потом сам будешь делать. Привет. Привет. Что случилось? Вот. Держи. Тест отменили. Почему? Решили пригласить бесплатных психологов. Ты за этим сюда пришла? Говори. Мне кажется, он не тот, за кого себя выдает. Кто? Миша? А ты сама ничего странного в нем не замечала. Я тебя прошу, говори, что случилось. Да он какой-то аферист, мам. Я видел, как он роется в твоих вещах, рассматривает твои сережки. Наверное, деньги искал. Какие деньги? Он всегда за все платит сам. Ну, правильно. Все альфонсы так поступают. Сначала втираются в доверие, потом грабят и сваливают. Даня, я понимаю, что он тебе не нравится. Я понимаю, что он совершенно чужой для тебя человек. Но я хотела бы тебе сказать, что... Ты думаешь, я тебе вру сейчас? Я своими глазами это видел. Ясно? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Привет. О! Не заметил, как ты пришла. А что ты делаешь? Имею устойчивое желание починить этот агрегат. Но пока не могу найти причину. Она не подлежит ремонту. Ну, кто это сказал? Мастер. Мастер? Да, там какая-то дорогая деталь сломалась. Ее уже не починить. Вот она стоит, мы никак ее не выбросим. При желании починить можно все, что угодно. А деньги потратить на что-то другое? Угу. Что-то потерял? Да, не утром показалось, что ты что-то искал в этом ящике? Ему не показалось, так и есть. А что ты хотел там найти? Твой паспорт. Хотел посмотреть, когда у тебя день рождения, чтобы сделать сюрприз. 14-го декабря. У меня еще есть время. У Дани сейчас такой сложный возраст. Я, как между двух огней, если вы с ним не поладите, я не знаю, как мне себя везти. Не переживай, все будет хорошо. Просто дай ему время. Угу. На дань не накрывай, он будет поздно. Почему? Ну, я не могу тебе сказать, но он волноваться не о чем. Нет, мне все-таки хотелось бы знать ничего. Ну, давай ты сама у него спросишь. Это сюрприз. А-а-а. О, привет. Привет. А я как раз голодный. Как дела? Отлично. Сегодня писали сочинение по Тихому Дону. Ты же его не читала. Тебе все лето напоминало. Ну и что? Я сериал смотрел? Там все понятно. Я написал на пять листов. Четверка обеспечена. Так. До работы, значит, так и не дошел. Что так? Школу утомил? Вот. Все сразу. Откуда? Пришел я на ваш этот склад. У них там комп сломался. Паника прям. Но я и предложил его посмотреть. Делов-то там было. От вирусов почистил, драйверы обновил. Это же честные деньги. Честные. Молодец. Молодец. Вы отнесете их в контору за меня? Я просто не хочу там больше появляться. Молодец. Но мне понадобится твоя помощь. Договорились? Если что, я в машинах ничего не понимаю. Этого не потребуется. Ого. Клевое. Можно? Попробуй. Оно реально такое старинное? Или закос под старину? Ну, старенькое. Хочу подарить твоей маме на день рождения. Оно так раз о таком мечтало. Я знаю. Папа обещал их пенсии купить. Ну, когда они еще были вместе. К пенсии? Мечты любимой женщины надо исполнять как можно быстрее. Что делать-то надо? Что делать? Вот датчик температуры сломанный. Но где-то здесь есть точно такой же, только новый. Если найдем его, починим посудомойку. Так. Нифига себе сейф. А мама знает, что вы подпольный миллионер? Это для оружия. Что, реально пушка там? Ну, типа того. Можно посмотреть? Да можно. Клиентист вот. Чуть попозже научу тебя стрелять. Ты датчик-то искать будешь? Ага. Так она работает или нет? Сейчас загрузим и узнаем. Закрывай. Врубай. Работает. Тебе золотые руки. А кто-то говорит, не подрежит лимонту. А я беру свои слова назад. Я, кстати, могу сам починить, если она сломается в следующий раз. Я уже там разобрался. Обалдеть. Молодец. Может, ванной займемся? Нет. Это долго. И три недели без ванной я не смогу. Обещаю управиться за неделю. И в магазине симпатичная плитка продается, а у меня там пятидесятипроцентная скидка. Да? Да. А, тогда я согласна. Назад. Разворачивай. Миш, проснись. Проснись. Я опять разговаривал. Разбудил тебя? Я не понимаю, почему тебе не помогают таблетки? Ты их пьешь? Нет. А почему? Ты что, мне не доверяешь? Извини. Я думал, сам справлюсь. А зачем? Зачем переживать этот ужас снова и снова? Наверное, ты права. Давай. Давай, при мне. Давай, давай, давай. Невкусная. Лежим пять минут. Кто-нибудь еще есть на сегодня? Нет, вроде все. Торопишься? Хотим с Мишей в магазин за плиткой ехать. Хочет делать ремонт ванной. Сам? А как его плечо? Он больше не приходит? Одного курса хватило? Хватило. Может, придется через пару месяцев повторить. Счастливая тайна. В наше время нормального мужика днем с огнем не сыщешь. Этот номер с руками. Подарок. До свидания. До свидания. Всего доброго. Это ты меня, конечно, встряхнула. Еще тогда правильно сказала. Как я жила? Дом, работа, работа. Ну, на каком-то автомате. Не дергаемся. Спокойно лежите. Ты молодец. Все правильно говоришь. Всегда. Надо было мне на психолога идти учиться. У меня явный талант. Здрасте. Можно? Здрасте. Здрасте. А вы записаны? Так я не успел. У меня другое колено прихватило. Я и мазью мазал, и таблетки пил. Думал, поможет, да терплю до завтрака. Ой, ну зачем же терпеть? Мы сейчас посмотрим. Олечка, ты иди. У тебя свой ремонт. А у нас с Зайцевым свой. Проходите. Спасибо. Знаете, еще хуже стало. Ну, вот, разваливаюсь буквально на части. Привет. Привет. А я уже поел. Суп еще горячий на плите. Хорошо. Хлеб купил, посудомойку загрузил. Молодец. Почему не спрашиваешь, как дела в школе? Как дела в школе? Да отлично. За счетнение пятерку получил. Прикинь? Сам не ожидал. Здесь в конверте были деньги. Ты их брал? Может, ты переложила куда? Куда я переложила? Они все время были в конверте. Что за мистик? Мам, слушай, нам домашку не задали. Я к Соне поеду, ладно? Я говорю, к Соне поеду. Хорошо? Хорошо, хорошо. Давай. Оля, с тобой все в порядке? Что случилось? Я тебе звоню, ты не отвечаешь. Я тебя жду в магазине. Деньги пропали. Какие деньги? Я тебя жду в магазине, чтобы убить эту плитку, наконец. Я говорю, пропали деньги. Лежали у меня в ящике встали. Вот в этом конверте. Я не знаю, что думать. Ты не брал? Спасибо. Чак это? Я не знаю. Поехали? Спасибо. 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 Оля, вот твои деньги. Телефон мобильный, купленный сегодня утром за двадцать пять тысяч. Значит, это Даня? Значит, это Даня. Держи. Ты что, уходишь? Подожди, прости меня, пожалуйста. Это какое-то недоразумение. Я должна была догадаться, что это он. Не должна была. Это твой сын. И вообще, это была плохая затея. Жить с вами и разрушать ваши отношения. Но главное, я не могу без человеком, который мне не доверяет. Ты чего здесь? Значит, это ты взял деньги? Почему сразу я? Ну, замолчи. Если тебе нужен был новый телефон, почему ты мне не сказал? Не мне. Я купил его Соне. А, Соне? Да, Соне. Мишту любимой женщины надо исполнять, знаешь. Знаешь, кто ты? Ты подлец. Ты подставил Мишу и заставил меня думать, что это он взял деньги. Что ты подставил Мишу? Ты хотел, чтобы ты выгнал его отсюда. Да почему? Да зачем он нам здесь нужен? Без него было все прекрасно. Пошел вон отсюда. Да. Алло. Да, малыш. Да, а завтра он на том же месте. Да, целую тебя. Люблю, люблю, люблю. Привет. А ты что здесь делаешь? КОНЕЦ Да. Пусть делает, что хочет. Ну вот, располагайся. Я здесь как раз недавно кровать поменял, а то на детской ты уже не помещался. – Ну, как? – Супер. Расскажешь, почему из дома-то ушел? В нашем доме поселился замечательный сосед. О! А я не знал, что мама с кем-то встречается. Да, он на ней встречается. Он сразу стал жить у нас. Понятно. Так что случилось? Он тебя обижал? Да, просто я им больше не нужен. Вот и все. Дань, ты здесь можешь жить столько, сколько хочешь. Понял? Только с мамой обязательно помирись. Она очень переживает. Даже плакала. Все. Устраивайся. Спокойной ночи. Все. seem. Спасибо. . Привет. Привет. Что-то случилось? Даня ушел из дома, теперь живет с отцом. Сочувствую. Прости меня, пожалуйста. Я была не права. Я очень оскорбила тебя. Но я представить себе не могла, что Даня может вытворить такое. Я хочу, чтоб ты вернулся. Мне без тебя очень плохо. Чаю будешь? Чай. Привет. Привет. Здорово. Доброе утро. Как спалось на новом месте? Супер. Что ты будешь на завтрак? Ну, твой отец, например, предпочитает яичницу с беконом. Совсем не любит разнообразия, по крайней мере, в еде. Не начинай, а... Может быть, кашу? Да нет, зачем? Бастепроды с чаем. Хорошо. Ладно, мне пора. Эти, смотри, тоже не опоздай. Теперь тебе до школы дольше идти. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. И как? Это... Это вообще надолго? А знаешь, может быть, тебе все к лучшему. Чаще дома будешь появляться и не за меня, так и за сына. Что ты меня достала. Это ты меня достала. Слышишь, это ты меня достала. Ты... Ты что, думаешь, что я слепая? Я не вижу, что тебе ночами постоянно кто-то звонит. Что, давай разведемся, а? Чего мы друг друга мозг вносим? У вас завтра последняя процедура. Спасибо. До свидания. До свидания. И правильно. Пусть твой бывший теперь сына воспитывает. Во всех цивилизованных странах после развода дети живут поровну и с матерью, и с отцом. А у нас вот это воскресный папа – герой. Ты домой собираешься? Нет, я с картами еще посижу. Полковник не заскучает? Не заскучает. Он в магазин устроился во вторую смену. Да, у нас планы большие. Ремонт в ванной. Летом хотим привезти дачу в порядок. Ничего себе. Похоже, он настроен серьезно. Похоже, да. Пока. Привет. Привет. Мам, прости меня, пожалуйста. Я тебе все верну. Я работать пойду, но верну. Ты же понимаешь, что дело не в деньгах. Папа с Ингей, кажется, скоро разведутся. Они часто ссорятся. Не лезь в это. Они взрослые люди, сами разберутся. А мне вообще все равно. Просто мне кажется, он жалеет, что ушел тогда от нас. Может, ты с ним поговоришь? Ну, давай. Ой, как я рада, что ты пришла. Это же. Сколько мы не виделись? Года три? Да. Думаю, наверное, года три. Ты извини, я просто работаю, стою учительно. А где ты сейчас работаешь? Я что, Сера, не говорила? Нет. Я переучилась на косметолога, дерматолога. У меня свой кабинет. Так что приходи. Я теперь разбираюсь в красоте. А мне посоветуй, что сделать? Угольчики сделать, вкуснички убрать, филеры. Знаешь, что это такое? Угу. Обращайся, я все сделаю. Да, синенькие есть. Ты знаешь, совсем не высыпаюсь. Данька маленький, спит плохо, часто болеет. Ой, давай-ка еще. Я тебе подолью. Не-не-не-не, стоп. Нельзя. Это вредно для кожи и для здоровья. Угу. Тебе тоже не советую. Угу. Ты права. Правда, вредно. О, привет. Здорово. Я не слышу, как ты пришел. Посмотри, кто у нас в гостях. Это Инга, моя однокурсица. Ты помнишь, мы с ней вместе учились в институте. Помнишь? Конечно помню. Как дела? Хорошо. Замуж вышла? Нет, не берет никто. Жалко. Ладно, я пойду. Домой пора. Могу подбросить? Вы против? Ну, я не против. Спасибо. Спасибо за гостеприимство. Я позвоню тебе, хорошо? Угу. Скоро вернусь. Винь, ты не зашла? Ты чего пришла сюда? Я соскучилась. Я общаюсь с твоим отцом только ради тебя. Больше меня с ним ничего не связывает. Понял. 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 Сынок, я люблю другого человека. Ну, попробуй ты принять, пожалуйста. Василий. Ну, давай. Попробуй. 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 Ну вот, Зефирка. Пока решил зависнуть у отца. И кто у нас отец? У него свой автосервис. Недавно даже вроде второй купил. Красота. Ага. Вон там мой дом. Ну, это же тоже твой дом. Разве ты не можешь здесь остаться? Могу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Дань, можно потише? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вообще слышит кто-нибудь? Миш, береги плечо, пожалуйста. Да ничего с ним не будет. Это ж лечебная фаскультура. Да. Я слушаю. Ольга Петровна, здравствуйте. Я по поводу Дани. Вы в курсе, что у вашего сына с успеваемостью? Честно говоря, нет. Очень жаль, что вас это не интересует. Значит, у вас нет контакта с мальчиком. Ну, зачем вы так говорите? Я с ним поговорю. Я вам настоятельно рекомендую прийти вместе с сыном в школу. И мы обсудим все это вместе. Завтра после трех сможете? Да, конечно. Только Даня сейчас живет у папы, но я попробую. Не стоит. Даже лучше, если с Даней будет отец. Я с ним сама свяжусь. Его мобильный тот же? Да, тот же. До свидания. Здрасте. Здрасте. Вот. Это электронный дневник. Даня уже выбрал вас? Нет. Ну, наверное, что-то техническое. Вы шутите? Полюбуйтесь. Это результаты проверочных тестов. Русский два, английский три. Еле-еле натянули. Вы понимаете, что он не сдаст ЕГЭ? Ну, в смысле, он не сдаст. Он же всегда нормально учился. Что, хуже всех, что ли? Я не говорю, что хуже. Мальчик способный, но с ним явно что-то происходит. А это выпускной класс. Нет времени на шутки. Вы понимаете? Скажите, что делать? Взять все под контроль, нанять репетитора. Это я вам оставляю для аргументированной беседы. Будут вопросы – звоните. А ты вообще где был? Знаешь, что твой сын устроил? Он девку сюда привел. Он музыку так пробил, что соседи чуть полицию не забыли. Я чуть не оглохла. Давай, сделай что-нибудь. Даня, открой. Даня, открой дверь. Здрасте. Ночь на дворе. Мама не волнуется? У меня уже есть восемнадцать. Я одна живу. Восемнадцать мне уже. Кому-то завтра в школу. План, пап. Какие проблемы? Об этом мы с тобой завтра поговорим. А сейчас девушку надо домой проводить. Я провожу? Нет, ты останешься дома и будешь делать уроки. На, твои сказочные результаты. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok